Технический сбой небольшой. Скажите, пожалуйста, сейчас видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Подожду, когда все подключатся, потому что мы почему-то вылетаем. Я думаю, что это связано с тем, что у нас очень много сейчас, очень много людей, которые делают различные прямые эфиры в социальных сетях, поэтому у нас не получается сразу подключиться. Мы соревнуемся за эфирное время, и вот такие вот у нас неполадки. Давайте еще подождем нескольких людей. Подключимся. Сейчас будем с вами проходить новость. Мы все пытались сделать это с презентацией, но я думаю, что получится, но вы уже видите это по итогу. Так, и слышите, и видите, здравствуйте всех. Вижу Ирину, и Наталью, и еще одну Ирину, и Оксана к нам присоединилась, и Юля. Так, сейчас, что обидно будет тем, кто не присоединится. Вот Асю вижу. Все слышали про то, что я рекламировала капли для глаз? Что интересно, я не знала. Я, может быть, когда-то и знала, но не обращала внимания, что капли для глаз по-французски называют слезы. Мне даже вот по-русски сказали, что так называют слезы, а я не знала. В общем, покупаем все эти слезы и закапываем все глаза, потому что мы сейчас очень много работаем с компьютером. Bonjour, Евгения. Bonjour. Voilà, on a ton encore un peu. Ничего, у нас сегодня новость короткая, приятная. Мы будем говорить про то, как животные наконец-таки почувствовали себя фривольно и хорошо. И voilà, voilà, voilà. On y va, va commencer? Сначала я прочитываю новость медленно, вы слушайте внимательно. Потом я разберу ее по аспектам, с точки зрения вокабулях зачастую. Дальше я ее переведу, и мы обратимся к грамматике. И совсем последний этап, это я буду читать уже побыстрее, чтобы вам было уже, вот, вы отдыхали и воспринимали разницу между тем, как вы слушаете впервые статью и уже в последний раз. Давайте начнем. Coronavirus. Paris, Londres, Madrid et Bruxelles, les animaux réinvestissent les villes désertées par les humains. Confinement. Avec le confinement, on voit apparaître de nouveaux citadins dans les rues de capitale. Publié le 8 avril 2020 à 18h14. Мис à jour le 9 avril 2020 à 9h49. 0 commentaire, 61 partage. Confinement. Les animaux réinvestissent les villes désertées par les humains. 20 minutes. Organisés afin de lutter contre la crise du coronavirus, le confinement de la population laisse le champ libre aux animaux dans les villes. 20 minutes. Revient un image sur cette ambiance armée des douze singes. Les pigeons et les corbeaux, pas inquiets de la pandémie de Covid-19, réinvestissent les places de la ville de Paris. On dirait presque des images du film The Crow. De l'autre côté de la Manche, à Londres, les cervidés n'hésitent pas à faire du gazon des quartiers résidentiels lors des déjeuners. Les renards se baladent sur les trottoirs de la ville, au sud de l'Europe, à Madrid. On a observé un pan faire le beau en se promenant dans les rues. Et au Sri Lanka, Anser, Axis, très répandu dans la région, a été aperçu dans la ville de Tranquemalé. Et voilà, un petit article. On va regarder le vocabulaire. Не только даже словарь посмотрим, еще тут интересные моменты и по произношению некоторых слов. Voilà. Le vocabulaire du virus. У вас документ уже есть, посмотрите, пожалуйста, мы его опубликовали. Vocabulaire du virus, здесь его мало, мы его уже ведь знаем. Le confinement, заточение. В данном случае это карантин, то есть когда нельзя выходить. Le confinement. Точно так же мы видели глагол lutter, бороться против чего-то, и бороться против, это contre. И здесь у нас contre la crise. Lutter contre la crise. И пандемия, la pandémie de Covid-19. И давайте все повторим, хорошо артикулируем, громко. Если у вас, тем более, не было возможности размяться, громко что-то сказать, пусть ваш речевой аппарат, он поработает. Тяните хорошо, хорошо артикулируйте, максимально повторяйте за мной. Лутер против COVID-19. La pandémie de Covid-19. Обратите внимание, что я очень четко произношу конец слова. То есть crise не оглушаю, Covid не оглушаю. Это очень важно. У нас бывает, что мы так неаккуратно произносим, и может вместо Z появиться С, вместо D появится Т. Мы очень склонны к этой тенденции оглушать. Ensuite, le vocabulaire du sujet. Здесь его много, и здесь у нас животные, прям мир зверей. Le vocabulaire du sujet. Investir, reinvestir. Это значит завоевывать, не инвестировать, а завоевывать. То есть животные заново завоевывают территории. Voilà, может быть, не знали этого смысла. Déserté – это опустошенный. Вот от слова пустыня. То есть люди освободили пространство, оно стало пустынным. Déserté. Ensuite, animo – это как человеческая оси. Обычно это слово употребляют как раз-таки в оппозиции. Вот есть животное, человек тоже животное, но вот animo – это человеческая оси. Ensuite, un citadin – городской житель. Laissez le champ libre aux animo, оставить свободное поле животным. То есть у них появилось пространство. Les pigeons – смешное слово для нас. Это голубь. Les corbeaux – слышали, наверное, ворон, ворона. У нас было в басне. Le corbeau et le renard. Le renard тут тоже ниже есть. Ensuite, les singes. Носовой – это singes. Это у нас обезьяны. Тут идёт как раз-таки отсылка к планете обезьян, к фильмам, где обезьяны всех покорили. Les servides – это слово, я сама новое узнала будет при этой статье, это подвид животных оленивые, если вот слышали, то есть те, кто похож на оленя. Ensuite, le gazon. Le gazon. Les renards. Как я уже сказала, это lisse. В данном случае это множественное число. Слово павлин читается, обратите внимание, как? Пишется P-A-O-N, но произносится как pan. Le pan. Faire le beau. Красавчиком таким ходить, воображать, выхаживать. Voilà, ну то есть по конструкции видно. Faire le beau. Ensuite, en serre. Axis. Тоже обратите внимание на произношение. F на конце не читается. En serre. Axis. Это подвид оленя. Я его тоже никогда не видела и, наверное, не идентифицирую, если его вижу на улице. Но мы теперь это знаем с вами. Посмотрите, если вам интересно. Вот на Шри-Ланке их много. Ensuite, être aperçu. Быть замеченным. Это посет глагола apercevoir. Можете даже прописать. Некоторые даже этот вроде бы партисип знают, но вот эту сидень, вот этот маленький крючочек внизу забывают. Этого не нужно делать. Ensuite, c'est balader. Это болтаться, шататься, то есть гулять без смысла. Voilà. Sur les trottoirs. Здесь я дала это sur, чтобы вы понимали, как по тротуарам. По-русски это по тротуарам, на французском это на тротуарах. И давайте все сейчас прочтем. Вы красиво артикулируете, тянете и максимально, ну, по-русски, это по-русски, Лу-вокабулар ду-сюжет. Лу-вокабулар ду-сюжет. Инвестир. Ре-инвестир. Инвестир. Ре-инвестир. Дезерте. Дезерте. Инвестир. Инвестир. Первый наставой «э», последний наставой «э». Возьмите «а-ну-мэн». Инвестир. Ensuite, Инвестир. Тоже первый «э», последний «э». Инвестир. Ла-си-е-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си- Les singes, les singes, les servidés, le gazon, le gazon, les renards, les renards, le pan, ensuite faire le beau, en serre, axis, être aperçu, être aperçu, se balader sur les trottoirs. Et voilà, le vocabulaire de l'article. Переходим с вами к словарю, который именно к этой статье относится. Мы его уже видели весь. Это l'accueil, то есть reception, первая страница, главная страница. Л'accueil, потому что это французское слово «accueillir», принимать, так и recevoir. Ensuite, «la société» это рубрика, общество. «Mettre à jour» это «abновлять», и там у нас participа, c'est «mise à jour». «И публиять» это «pубликовать», так. Voilà, давайте прежде чем. «Le vocabulaire de l'article». «Le vocabulaire de l'article». «L'accueil». «L'accueil». «La société». «La société». «Mettre à jour». «Mettre à jour». «Publier». «Publier». И давайте ещё раз прочту сейчас статью сначала, переведу и прочту, а потом уже в грамматике перейдём, чтобы была грамматика более понятна после перевода. Ensuite, on y va. Коронавирус, Париж, Лондон, Мадрид и Брюссель. Животные заново завоёвывают города, оставленные людьми. «Confinement». Заточение. С карантинным заточением мы видим, как появляются новые городские жители в улицах столиц, dans les rues de capitale. Опубликовано 8 апреля 2020 года, в 18.14. Обновлено 9 апреля 2020 года, в 9.42. Ноль комментариев, 61 человек поделился. Ensuite, «Organisé afin de lutter contre la crise», организованный с тем, чтобы бороться с кризисом коронавируса, карантин популяции жителей, то есть людей, оставляет свободное поле животным в городах. 20 минут возвращается в картинках, в эту ambiance, атмосферу, как в фильме «Armée des douze singes». «Армия 12 обезьян». «Les pijons», «Голуби» и «Вороны», не волнующиеся, то есть совершенно спокойные о пандемии COVID-19, завоёвывают площади города Парижа. Можно сказать, вот это «on dire» – это как кондиционер, то есть можно сказать, можно предположить, что это presque как картинки из фильма «Ворон». «De l'autre côté de la manche», а с другой стороны «la manche», то есть это там, где Англия, в Лондоне. «Les servides» – оленивые, не сомневаются совсем, чтобы сделать из газона кварталов, где живут люди, их обед. То есть они едят газоны там, где живут люди обычно, и туда не заходили. «Лисы болтаются, шатаются по тротуарам города». На юге Европы, в Мадриде, можно наблюдать, как павлин расшагивает красавчиком, гуляя по улицам. И на Шри-Ланке серый олень специального определенного вида, который очень распространён, très répandu dans la région, в регионе, был замечен в городе, который называется Трэнк-Малей. Voilà. Ну, надеюсь, что не сложно, статья такая достаточно маленькая, не то, что, например, была вчера. И посмотрите грамматика. Я вам уже говорила. «La grammaire, le remarque». У нас есть такая конструкция, когда мы используем глагол «восприятие», например, «видеть», «смотреть», «чувствовать», то есть любое восприятие физическое, глазами, кожей, на слухах. И дальше мы ставим инфинитив, а в русский мы приводим это «как». Вот, к примеру, у нас здесь есть фразы «on voit apparaître». Кстати, в «apparaître» у вас там домик стоит. В статье его не поставили, нам нужно поставить. Там опечатка. Мы видим, как появляются «on voit apparaître». Во французском просто так. Или, например, мы видим, как… Мы видели, как Павлин расшагивал красавчиком. Это будет «on a observé un pan faire le beau». Не нужно нам никакой конструкции, просто «on a observé le pan un pan faire le beau». Это с глаголами «восприятие плюс инфинитив». Можете дома себе построить несколько фраз. «Я слышу, как мой сосед поёт». Я думаю, что у кого-то есть такой сосед, который сейчас поёт, ему ничего делать. И он «je j'entends un voisin» или «mon voisin chanté». Или, например, у некоторых делает ремонт сосед. «je j'entends mon voisin faire des réparations», и так далее. Обратите внимание на глагол «observé». Те, кто знает английский, имеют тенденцию вот это «s» – озвончать. Не озвончайте, произносите как «s». «Observé». Вот только так. Если вы уже делаете чуть её погромче, похоже на английский. Это не так. Voilà. Ensuite. «De nouveau citadon» – мы с вами видели это правило в третьей как раз-таки статье. Я вам говорила, что если прилагательное во множественном числе, предшествует существительное во множественном числе, артикля неопределённого, множественного числа неопределённого нельзя поставить. Только «de». Вот «de» никогда в этой ситуации не должно стоять, по крайней мере. Можете встретить, но это будет небольшой ошибкой. По правилам французского языка, это называется правилом «вожля», который сделали, создали в 17 веке, в таких случаях используется «de» вместо «de». Ensuite. «В улице» мы говорим, по-русски мы говорим «на улице», а во французском мы говорим «дан ле-ли» или «дан ле-ли». Почему так сложилось? Потому что это сочетание у нас уже давно живёт. И вообще, испокон веков, когда уже начали улицы формироваться, как таковые, французские улицы были очень узкими. Вот ты выходишь, и прямо напротив тебя стена. То есть, действительно, когда ты заходишь, ты не на улице, а ты в улице, потому что это практически замкнутое пространство. Вот эту картинку всё держите, тогда будете, в принципе, вам будет проще запомнить, почему это «дан ле-ли» или «дан ле-ли». Следующее слово «бруссель», столица Бельгии. Я хотела это показать вам потому, что здесь «х» необычно читается «бруссельно». Есть те люди, я таких ни разу в жизни лично не извидела, но говорят, что такие есть, которые прочитают как «бруссель». И это будет тоже не ошибка. То есть, два варианта допускают, или в каких-то, может быть, регионах. Нормальное произношение, которое вы увидите по телевизору, это «бруссельно». Так что, вот, показала вам, но, может быть, вы слышите что-то другое ещё. Следующее. «Афан-де». Можно эту же конструкцию заменить на «пула». Но «афан-де» – это переводится более, так красивее это звучит, более официально. «Афан-де-мобилизе». «Пула-мобилизе» тоже можно сказать, то есть, они такие синемичные. Но если вы будете сдавать экзамен, «Б1», «Б2» и так далее, в некоторых конструкциях лучше заменить на «афан-де», чтобы произвести лучшее впечатление на вашего экзаменатора. Потому что «пула», например, я пришла сюда, чтобы рассказать, например, о моём опыте. «Je suis venu pour partager mon expérience». Красивее будет звучать. «Je suis venu afin de partager mon expérience». Хотя, в принципе, маленькая совсем разница, но всё же. Повторяющаяся тема «анимя» же в картинках. Так как картинка – это что-то всё-таки абстрактное, мы опять используем предлог «ан», как я и говорила, в этом значении. И глагол «эзите» – сомневаться, сделать что-то, то есть вот колебаться, это «эзите» – «а faire quelque chose». И они очень любят этот глагол. Например, часто они говорят «будете в Париже», предчеловек из Парижа, «будете в Париже, не волнуйтесь, не колеблитесь, позвоните мне». То есть звоните, просите о помощи, давайте встретимся. Это будет «незите па, а мы телефонны», «незите па, а мы контакты». Эта фраза будет у всех на устах. Как я вам и говорила, что в французском языке нужно… Вот видите глагол? И сразу его нужно учить с его управлением. Что это значит? То есть что после него идёт? Какая связь между глаголом, например, и дальше у него будет или прямое дополнение, или следующий глагол. То есть это будет или прямое дополнение, или вот определённый… Вы это учить должны сразу. В этом нет никакой логики, кто бы что бы ни говорил. Трудно найти какую-то логику, чтобы она вот всю парадигму глаголов охватывала. Так что видите глагол, заучивайте его, придумывайте много-много разных фраз, тогда всё получится. Ну и вот. Начинаю опять вот это всё повторять, и вы за мной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Учите все, можете пересмотреть Скоро мы опубликуем наш этот эфир И вы сможете еще раз повторить это все Не волнуйтесь, если было что-то сложно У каждого свой уровень Если вы даже на 10-15% что-то тут уловили Какие-то новые слова выучили Это уже здорово Учитесь читать главным образом Работайте на произношение Потому что когда у вас произношение улучшается То вы понимать со слуха начинаете лучше И разумеется, включайте новости на французском То, что мы с вами проходим, вы увидите и услышите Это уже по телевизору Кстати, пишите уже новости, вы слушаете Легче вам или нет Кстати, на этом сайте Вы можете маленькие такие ролики смотреть Я думаю, что уже Несмотря на то, что у нас было только 4 занятия Вам уже многое будет понятно Встретимся с вами завтра А потом у нас будет пауза 2 дня Вас будет возможность все повторить Благодарю Франкотеку и Библиотеку иностранной институты Благодарю Франкотеку иностранной институты